здравствуйте дорогие друзья хочу вам показать сегодня работу выполнена кривом роспись и как ее делал и какими кистями выполнял сейчас вам покажу вы видели ее вот такая вот работа роспись стены буду сейчас рассказывать с какими кистями я выполнял значит в первую очередь нужно было сделать набросок да то есть сначала в первую очередь нужно было сделать набросок разработать фору эскизы когда мы разработали фору эскизы нанесли рисунок полностью полностью нанесли рисунок и когда уже был рисунок начинал работать вот такими вот кистями сейчас вам покажу то есть большой объем большой объем то есть начинал фон большой кистью сначала большая кисть то есть всегда нужно начинать большими кистями когда уже работа идет с лишением переходе на самые маленькие кисти то есть работал вот такими вот кистями очень люблю кисти с кошенным краем то есть кошенным краем очень удобно то есть можно что-то сделать очень тонкая да вообще как проверять лучше кисти когда даже вот например и белку для колонок чтобы именно был остренький кончик вот намочили и чтобы острый кончик если острый кончик есть значит есть хорошая сегодня дорогие друзья вам повезет потому что я даже планирую вам показать как я буду работать вот так вот это тоже на кисть любимой люблю синтетику еще то есть вот такими кистями я работал но лучше всего начинать с самым большим кистами ну и вот такой тоже кисти работа сейчас перехожу на мелкую кисть потому что у меня уже идет работа к завершению я уже перехожу на более мелкие кисти буду вам сейчас показывать как вам лучше показать как детальки только делаю на переднем плане на переднем плане да здравствуйте показываю работу сейчас покажу покажу вот такая вот работа ефросинья полоцкая на стене вот такая вот работа дорогие друзья сейчас буду показывать я до этого рассказывал какими кистями работал и как я рекомендую то есть первую очередь нужно начинать больших кистей а потом уже когда уже что-то имеется мы переходим на мелкую кисть вот я например сейчас перешел более на мелкую кисть и обратите внимание дорогие друзья даже если палитра на на палитре мы мешаем цвет чтобы зеленый не был открыт и мы его получаем берем желтый плюс синий и мы получаем зеленый цвет мы можем сделать его теплее и холоднее следовательно если мы возьмем синего он станет более холодный если мы возьмем желтого он будет теплым на переднем плане мы стараемся чтобы цвет был более теплый вот сейчас я вам уже буду показать вот моя кисточка так обратите внимание когда я рисую да то есть я виду у нас эти вот и получается травки они не не везде одинаково то есть я могу где-то кисточку и прокручивать чтобы создавать такую интересную фактуру травы мы получаем цвет а цвет получаем и смешиваем желтый синим и вот такие вот всевозможные элементы заполняем особенно передний план кто присоединился и не знает или будет потом смотреть я художник преподаватель практикующих художник преподаватель занимаясь учениками и слава богу ученики поступают потому что я думаю что все с практикой то есть я стараюсь учеников именно научить они так что за них все нарисовать я считаю что это неправильно то есть нужно дать удочку научить ловить рыбку видите то есть могу кисточкой даже прокручивать то есть чтобы было необычно потому что если мы будем все делать одинаково но будет некрасиво то есть где-то какие-то от мазочки мы делаем чтобы они были довольно таки интересные прямой эфир постараюсь сохранить но как нам instagram даст или не даст заметьте что это же кисточку могу прокручивать чтобы были интересные травки фактура что было довольно таки интересно так что вы видели так обратите внимание обязательно нужно падающая тень потому что если мы не сделаем падающие тень предметы будут летать обязательно делаем падающую тень и кисточка прокручу потому что нам нужно различная фактура понимаете мы можем как что решетки делать но нам именно нужно чтобы это было очень интересно если мы будем делать все одинаково будет как под расчесочку то есть мы так под расческу не делаем то есть мы стараемся чтоб она была довольно таки такие интересная фактура где-то тонкое начало где-то толстая это даже кисточкой прокрутили чтобы получались необычные то что если одинаково они будут неинтересны я как занимаюсь как онлайн так и уфлайн со своим ученикам кисточкой прокручиваем потом видео посмотрите я объяснял какими кистями чего делал вот дорогие друзья показал я вам отрывочек духе будут делать долго присоединяюсь сейчас покажу дорогие друзья то есть это роспись роспись выполнена выполнена крилом и эфросинья полоцкая сначала разрабатывался фороэскиз полностью а затем уже когда был разработан фороэскиз мы использовали картон то есть я получается и и уже потом мы говорю это тоже ей привык что здесь не занимайтесь я ребятами дорогие друзья то есть и потом большой кистью брал большую кисть покажу какой кисти фон вот такой вот кистью делать большой кистью сначала работал потом вот такой вот кистью и постепенно переходил все мельче 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 на уже вот к этой кисти перешел вот самая тонкая сейчас тонкой кистью работы вот дорогие друзья вот такой вот получается такая вот работа такой панно роспись эфир обязательно сохраню я занимаюсь как учениками как онлайн так оффлайн художник преподаватель алексей горняков благодарю дорогие друзья за внимание что вы смотрели до новых встреч друзья буду завершать